22 постановки, по 6-8 в конкурсный день, несколько десятков студий, театров, кружков и 15 тысяч зрителей. Театральная весна сегодня не просто фестиваль, а самодостаточный сценический марафон, в котором хотят участвовать и зрители, и актеры. Когда я и начинал, в маленьком зале клуба ДРСУ номер 4, в котором помещалось 20-30 человек, наверное, о таких размахах даже и мысли не было. Ну, конечно, все меняется, и жизнь, и страна, и все течет вперед, конечно, и развивается, но в нашем районе я считаю, что это развивается особенно семимильными шагами. Главные призы и награды со сцены вручали по традиции во Всемирный день театра. Прежде чем отдать гран-при, жюри отметило тех, кто достоин специальных призов. Это особая отметка жюри. Это не место, а это особый взгляд на ту работу, которую мы делаем. И, может быть, иногда это важнее, чем какое-то место. Специальных номинаций в этом году были удостойны за удачное начало и дебют студии «Берег и Вива». Постановку шоу-театра «Максимум» оценили как лучший социальный проект. Студия «Этюд» получила специальный приз за эксперименты на сцене. И, конечно, отдельные овации и выход на сцену заслужили актеры второго плана. Мы отмечаем актеров второго плана, потому что иногда они бывают очень яркими. И если вы знаете, что есть, допустим, у нас известные артисты, народные артисты России, которые являются королями эпизодов. И это тоже важно отмечать. Одной из лучших исполнительниц главных ролей в этом году стала юная дюймовочка Алина Трещева. Сразу две номинации – лучшая женская и мужская. Роли достались актерам школы гардомаринов, сыгравших в «Повелители мух». Сама постановка среди детских спектаклей отмечена как лауреат первой степени. Более того, школа гардомаринов взяла приз «Прорыв года». Я очень рад, что наши ребята тоже получили достойные награды сегодня. Они этого заслужили. Вы все заслужили награды, безусловно. Своего сценического «Оскара» по итогам театральной весны 2016 получил и ведущий КРТВ, актер спектакля «Беспредальница» Максим Мельников. Харандышев в его исполнении оказался весьма убедителен и заслужил бурные аплодисменты. Хорошие люди. Хорошие и благородные. А кто же эти самые благородные люди? Ушки. И Сергей Сергеевич Паратов. Я прошу вас, о нем мы говорить не будем. А почему? Почему не о нем? А вы его не знаете. Есть, безусловно, удовлетворение, потому что работа получилась очень достойная, очень сильная. Это отметила жюри, это отмечают многие зрители, которые видели этот спектакль. А что касается моей номинации, то здесь все-таки это даже не я, это вот целый коллектив. Я много подчерпнул от спектакля, но что касается героя, здесь, наверное, я ему больше отдаю, чем он мне. Это не единственная награда, которая досталась Народному театру «Зеркало» по итогам фестиваля. Поставленная пьеса Островского «Беспредальница» получила гран-при. Мистификация Елены Смирновой удалась. Уровень спектакля был настолько высок, что жюри приняло решение не присуждать приз за первое место. Таков был отрыв от остальных. Ну а лучшие постановки театральной весны «Повелителя Моха» и «Беспредальницу» зрители смогут увидеть вновь на сцене ДК в ближайшее время.